Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале финансовая независимость. Я инвестирую на фондовом рынке с конца прошлого века. На канале показываю свои личные инвестиции, выкладываю обучающие ролики и делюсь собственными инвестиционными мнениями. Подтверждаю своим опытом и достижениями, что долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости. Сегодня я продолжаю показ российской части своего портфеля. Есть еще иностранная часть портфеля у американского брокера. Ее также можно увидеть на канале в отдельных видео. Моя российская часть инвестиционного портфеля состоит из простого брокерского счета, который вы видите сейчас на экране. А также часть средств размещена на ИИС. Этого тоже сейчас видите. Сейчас вот такая структура российской части портфеля. Это видно на диаграмме. Доля Сбербанка в портфеле великовато. Но это в общем-то к вопросу о диверсификации. Планирую уменьшить долю Сбербанка, так как диверсификация для портфеля все-таки важна. Когда у меня произойдет продажа части Сбера, я не знаю. В общем-то жизнь покажет. Может быть продавать даже и не буду. Итак, подписывайтесь, потому что особенно интересно будет наблюдать за изменениями портфеля в кризис, когда все начнет падать быстро и существенно. Я это уже видел. Многие будут наблюдать из вас впервые. Итак, структура сегодняшнего выпуска. Первое. Коротко. Общая ситуация макроэкономика. Второе. Новости имитентов портфеля. Будет Сбербанк, Магнит, ВТБ, Яндекс, ОГК-2. Далее тема или вопрос от подписчиков. Ну, вопрос такой общий. Черные лебеди и перспективы рынков. И в конце будет сделки по портфелю. А была сделка, объяснение, ожидание, ну, в общем-то и так далее. На сегодня индекс Мосбиржи имеет вот такой график. Российский рынок сейчас на максимумах. Ну, в общем-то продолжаем расти. Правда, понемногу. Даже Сбербанк начал расти, особенно в последнее время, но об этом позже. Соответственно, в общем-то росла и моя российская часть инвестиционного портфеля. Глобальные фондовые рынки в основной своей массе наслаждаются новогодним ралли. Этому помогает. Ну, прежде всего, денежно-кредитная политика ФРС. Были заявления, что в будущем году ФРС не видит смысла повышать ставки. Ну, следовательно, денег будет много. Мировые центробанки также поддерживают рынки беспрецедентно низкими ставками. Также рынки поддерживают и позволяют им пучиться грядущие. Следующие факты. Грядущий Brexit вместе с Борисом Джонсоном тоже перестали кошмарить рынки. По промежуточному соглашению первой фазы торговых переговоров все договоренности достигнуты. Это основной, кстати, позитив, на котором рынки продолжают пучиться. Немного выделяется из общего ряда позитивных новостей и событий запущенный процесс импичмента Трампу. И выделяется он своим потенциальным негативом. Потенциал здесь реально есть. Хотя сам импичмент через Сенат не пройдет, но навредить этот процесс, в общем-то, и рынкам, и Трампу может. А пока Трамп попытается использовать эту процедуру импичмента в своих целях, ну, скорее всего, естественно, в политических. Ну, и, конечно же, это, наверное, будет происходить в начале его собственной выборной кампании. По российскому инвестированию, у нас же сегодня про российское инвестирование, блок плохих новостей, связанных с приостановкой прокладки газопровода «Северный поток-2», сильно на российский рынок пока не повлиял. Ну, в общем, даже не повлиял существенно на котировки «Газпрома». Российские власти излучают оптимизм по перспективам достройки газопровода. А пока компания-подрядчик ОСИС приостановила прокладку до разъяснения санкционного опроса с американцами и даже вывела все суда из района прокладки газопровода. Ну, в общем-то, тут надо смотреть, как будут развиваться события. Рубль хорошо подрос за последнее время, однако впереди окончание налогового периода, сейчас это практически уже происходит, традиционно поддерживающего российскую валюту и продолжительные каникулы у нас еще впереди. А это все предпосылки для ослабления рубля. Нефть на высоких уровнях, но прогнозируется падение спроса в начале следующего года. По нефти нужно будет смотреть, насколько тщательно будут выполнять свои договоренности у участники соглашения ОПЕК+. Ну, это основное. Естественно, нужно смотреть и запасы, и много чего еще другого. Сейчас уже все больше экспертов начинают говорить о том, что кризиса не будет. Предполагается, что мировые центробанки справляются сейчас уже, и глобальной рецессии не будет. Ну, на мой взгляд, это маловероятно, но все же вероятно. Я склонен к тому, что рецессия таки быть, а то, что наступление ее хотят оттянуть очень многие силы, так это, в общем-то, не новость, это очевидно. Похоже, пока им это удается. Ведь это делается искусственно, и уже приложены титанические усилия. Уже заговорили, что финансового кризиса не будет. Ну, похоже, скоро придет, раз заговорили-то. Ну, ладно, в общем-то, жизнь покажет. Постараюсь быть готовым к различным событиям, и к приходу кризиса, и к тому, что его могут отложить на довольно длительный период времени. Поэтому имею кэш в портфеле около 30%. Сильно наращивать этот процент не планирую. Стараюсь удерживать планку по кэшу примерно в районе 30-35% от общей стоимости портфеля. И мне это все не мешает расти с остальным рынком на 70% от моего портфеля. То есть, ну, как бы, выходить в кэш я точно не планирую. Так, макроэкономика, ну, в общем-то, немного расписал. Теперь быстренько пройдемся по некоторым новостям эмитентов входящих в портфель. Первая новость – это Магнит. Магнит открыл в Казани первый инновационный магазин у дома. Ну, вот такая картинка входной группы. Очень красиво, на мой взгляд. Магнит торжественно открыл в Казани первый инновационный и самый современный магазин формата у дома. Он оснащен решениями, отвечающими актуальным тенденциям отрасли, которые ранее ритейлерами применялись в основном в больших форматах. Что нового внедрили в этом магазине? Ну, первое. В магазине внедрена цифровая система Selfie2Pay, с помощью которой можно оплатить покупки по лицу без наличных средств, карты или телефона. Далее. Персональные сканеры помогают покупателям оплачивать покупку за 12 секунд. Ну, почти в 5 раз быстрее, чем при классической оплате. Далее. Видеоаналитика внедрена. Видеоаналитиков полок и очередей в магазине позволяет персоналу контролировать наличие товара на полках и всегда быть в курсе ситуации с очередями на кассах. Далее. Компания оснастила электронными ценниками товара, которые требуют особого контроля. Ну, тут овощи, фрукты там и так далее. Такие основные продукты. На кассах имеются модернизированные дисплеи. Они показывают наполнение чека, актуальные промо-акции. Кроме того, торговый зал оснащен 5-ю ТВ-экранами и аудиоколонками для информирования покупателей о скидках. В магазине есть бесплатный Wi-Fi. Уже интересно. И уютная зона мини-кафе, где покупатели могут приобрести свежесваренное кофе и горячую выпечку. Вот как хорошо теперь в Магните. Магнит сделал подход магазин максимально удобным и для владельцев собак, оборудовав специальную парковку с крючками для поводка. Что можно сказать? В борьбе за покупателей магнит становится лучше и делает поход в магазин все более комфортным. Ну, надеюсь, хотя бы что-то из этих инноваций будет внедрено и в остальные магниты, которые мы с вами знаем. Уже неплохо то, что введена система лояльности. Ну, наверняка уже многие столкнулись с тем, кто ходит в Магнит, что карточки лояльности все-таки уже выдают. Наконец-то. Далее, новость по ВТБ и Магниту. Наверное, многие уже знают, что ВТБ планирует купить акции Магнита. Акции Магнита недооценены, решили так аналитики ВТБ. И это на фоне нисходящего тренда в секторе. Аналитики ВТБ, опять же, считают, что это дополнительный повод для такой покупки. Ну, вот этот нисходящий тренд. Мы серьезно рассматриваем этот вопрос, сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев. Сейчас на сегодняшний день ВТБ принадлежат чуть более 17% акций Магнита. Ну, эта новость уже подняла слегка акции Магнита и, наверное, будет продолжать немножко тянуть его вверх. Это можно увидеть на графике. Сейчас я график Магнита включу. Ну, вот, собственно говоря, видно, что Магнит начал слегка подрастать. Со своего дна локального. Далее, Сбербанк. Так, Сбербанк. Сейчас включу Сбербанк. Вот, Сбербанк пообещал порадовать акционеров хорошими дивидендами по итогам года. Сбербанк в 2019 году планирует показать хороший финансовый результат, что позволит порадовать акционеров хорошими дивидендами, сообщил председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24». Для Сбербанка это был особый год вообще. Для нас он очень удачный. Мы заработали за 10 месяцев 740 миллиардов рублей чистой прибыли. Это очень хороший показатель. Рекорд за всю историю Сбербанка, сказал Герман Греф. Греф добавил, что в целом для банковской системы 2019 год был успешным. Сектор демонстрирует хорошую прибыль, объем резервов снижается. По его мнению, очистка банковской системы приближается к концу. Ну, собственно, то, что очистка банковской системы приближается к концу, это новость для Сбербанка, наверное, не очень хорошая. Далее по Сбербанку. Сбербанк открыл первый Макдональдс в отделении. В Москве открылась первая кафе, Маккафе Экспресс в новом формате обслуживания в отделении Сбербанка в доме 16 по Новослободской улице. Там можно выпить кофе и заказать доставку еды из Макдональдс через Delivery Club. Это пилотный проект банка, сети фастфуда и сервиса доставки, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В дальнейшем они планируют открыть точки Макдональдса, объединенные с отделением Сбербанка общей зоной ожидания. Такой вот интересный факт из жизни Макдональдса и Сбербанка. Далее по Яндексу. Яндекс включаю. Яндекс. Акционеры Яндекса утвердили изменения в уставе компании о создании фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления, сообщила компания. Нидерландская группа Яндекс учредит его в Калининградской специальной административной зоне. Фонд получит 0,001% российского Яндекса. Эта доля будет предназначена исключительно для обеспечения защиты функций фонда, объяснили в компании. В исключительных ситуациях, связанных с вопросами национальной безопасности или в особой корпоративной ситуации, фонд получит право отстранять ентеректора российского подразделения компании. Влиять на другие вопросы операционной стратегической и экономической деятельности Яндекса фонд не сможет. Все эти изменения должны вступить в силу до конца марта 2020 года. Но это позволяет акциям Яндекса находиться вблизи максимумов. Это очевидно по графику. Далее, ну вот такая новость общая. ТГК-1, ОГК-2, Мосэнерго договорились о кэшпулинг. Советы директоров ТГК-1, ОГК-2 и Мосэнерго приняли решение о присоединении компании к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью группы «Газпром». Это кэшпулинг. Система кэшпулинга – общемировая система управления финансами в крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для ТГК-1, ОГК-2 и Мосэнерго. И позволит компаниям повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств. Ну, это отмечено в сообщении «Газэнерго холдинга», который владеет этими акциями. Ну, что тут сказать про ОГК-2 и также вот Мосэнерго, которые после этого упали в цене. Снижение акций произошло после новостей о займе «Газпрому» и инвестициях в сервисные подразделения. Ну, это ОГК-2 касается в основном. По-моему, данный негатив – явление временное. И у ОГК-2 компания перспективная и вполне себе прибыльная. Сегодня будет рассмотрена тема «Возможные черные лебеди по глобальным рынкам». Ну, так сказать, взгляд на рынок, на будущее. Основным возможным негативным событием я продолжаю считать будущие торговые переговоры Китая-США. Предстоит самая важная фаза, в которой противоречия гораздо серьезнее. Честно говоря, даже прошедшую первую фазу переговоров в стороны еще в состоянии развернуть назад. Можно ведь, например, не выполнять договоренности в полной мере. Ну, или что-то типа резкого отзыва части договоренности. Надо понимать, что это, конечно же, маловероятно, но все-таки возможно. Далее прилететь черные птицы может со стороны долговых проблем Китая. Я уже говорил, что были даже замечены дефолты компаний в Поднебесной. Если это будет развиваться, то может перейти в неконтролируемый процесс. По Брекситу Борис Джонсон может начать опять обострять, хотя надо отдать должность, ситуация продвинулась, и вероятность Брексита без соглашения серьезно уменьшилась. А нюансы этого соглашения на мировые настроения инвесторов сильно не повлияют. Ну и импичмент. Возможно, этот процесс будет основным ньюсмейкером наступающего года. Что там приготовили демократы, неизвестно полностью. А уж они-то постараются взять реванш. Собственно, эти черные лебеди и, возможно, какие-то другие еще неизвестные могут стать причиной коррекции на уже сильно надувшихся фондовых рынках. По черным лебедям вроде все. Я так коротко, что хотел, то сказал. Теперь по портфелю. По стоимости активов российской части моего портфеля. Сейчас это 11 миллионов 560 тысяч рублей. В предыдущей публикации неделю назад сумма активов была 11 миллионов 390 тысяч рублей. Таким образом, за прошедшую неделю активы по сумме подросли примерно на полтора процента, что в абсолютных значениях составило около 170 тысяч рублей. Было небольшое пополнение, но оно небольшое. В основном все-таки рост за счет Сбербанка. Но у меня все просто в портфеле. Если растет Сбербанк, то и портфель растет. В портфеле хорошо подрастают наконец-то Алроса. Сейчас включу Алросу, покажу. Так, Алроса. Вот, видно, что все-таки рост какой-то намедлился. Видимо, это происходит и на общем позитиве, и на немного улучшившихся продажах алмазов. Ну и в том числе и прогнозы по продажам. Далее, великолепные результаты. Ну, в смысле графика показывает Норникель. Это тоже видно по графику, да? Ну, это связано с рекордами цен на Палладе. Я уже об этом говорил ранее. Ну, правда, подражавший рубль немного не на пользу идет котировкам Норникеля. Но, тем не менее, видим, что они практически на максимумах. Также хорошие результаты у меня по... Ну, по росту я имею в виду. Это Интеррау. Видно, что Интеррау начала опять отрастать. Далее, что еще интересно показать. Мосбиржа. Мосбиржа тоже хорошо растет. Также великолепно растет Яндекс. Ну, я уже его показывал. Еще отлично просто ситуация у МТС. МТС. Ну и чтобы разбавить как-то немножко всю эту красоту, хочу показать также МРСК, Центр и Приволжье. Ну, вот тоже, правда, начал немножко отрастать, но все-таки находится достаточно низко. Так, сделки по портфелю. Сделки по портфелю. Была сделка по фонду FXTB на сумму чуть больше 30 тысяч рублей. Ну, вот я, кстати, и открыл график сразу. Так, мои приобретения этого фонда в минусе и в основном из-за падения доллара. Ведь, по сути, бумаги данного фонда являются долларами. Ну, соответственно, чем ниже, тем интереснее покупать. Ну, в общем-то, это все, что я вам хотел рассказать сегодня. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций на российском рынке. До скорых встреч на канале «Финансовая независимость». Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента. Субтитры сделал DimaTorzok